Всем привет! Это XBT.com и мы находимся на презентации компании E-Pacer. Давайте посмотрим, что интересного они нам хотят предложить. Начнем мы с традиционных вещей, которыми знаменит E-Pacer в России. Это модули памяти. Вот есть модули памяти Blade Fire. Это DDR4, довольно быстрые, 3200 МГц. При этом они работают всего на 1,35 вольта, то есть низковольтовые. И у них, заметьте, есть вот такой вот LED, то есть светодиодик, который мерцает прямо если вы любите, что ваш компьютер светился как новогодняя елка, добро пожаловать. Есть также не только Blade, есть еще и более дешевый вариант. Это вот бренд Pantera. E-Pacer раскопал бренд Pantera. Здесь всего 3000 МГц. Тоже до 32 ГБ, извините, конечно же. Ну и тоже есть такие вот светодиодики. Считается очень стабильная, довольно интересно выглядит. Было бы странно, если бы компания E-Pacer не показала всевозможные аксессуары из того, что мне понравилось. Это вот такой вот миниатюрный SSD диск, но при этом он с интерфейсом USB Type-C. То есть такая большая флешка на 240 ГБ. работает. Работает быстро. И есть его большой брат. Это вот версия i720, у которой есть не только USB Type-C с этой стороны, но еще и с другой стороны обычный традиционный третий SATA. То есть можно его поставить в компьютер и потом при необходимости вытащить и через USB Type-C скачать там интернов какие нравятся и так далее. Есть еще неинтересные продукты. Например, вот такой вот хаб. Здесь Type-C, а здесь у нас раз, два, три, четыре USB третий. И вот такой вот тоже неинтересный отэгэшный адаптер Type-C. Дальше перейдем к вещам, которые мне понравились. Вот посмотрите, видите, какая небольшая совершенно флешечка. Это USB 3.1. Это USB 3.1 в виде Type-C. При этом существует и вот такая вот версия с USB 3.1 с micro USB вариантом. И вот такая вот с Type-C. Передаем привет всем параноикам и Сергею Варву в частности. И H650 от Defacer. Это вот такой вот, такая флешка с сенсором отпечатка пальцев. До десяти пальцев. Так что даже если вас будут пытать, вы можете все пальцы сюда запихать и даже последним пальцем потом свою информацию расшифровать. Работает, кстати, быстро. 130 мегабайт в секунду. Обычно шифрованные флешки работают помедленнее, надо сказать. Штука, которую мы в России, скорее всего, не увидим, это пауэрбанки. Вот такой вот, занятый на 10 тысяч мАч. И вот такой вот мне понравился на 11400 коробочка. Потому что, на самом деле, несмотря на то, что блоки питания внешние тонкие, они занимают много места. А вот такие коробочки, они все-таки получше, поинтереснее. Есть также маленькие, но в России их, по-моему, не возят и возить не собираются. И вот здесь как раз рядом рассказывают про жесткие диски. Они есть вот в таком вот чехле. Они устойчивы к водению, но это не military grade, это обычные. А вот это вот диски military grade, то есть их можно ронять, их можно бить, в них можно при желании стрелять. И с ними будет все хорошо. Правда, они устойчивы только к всплескам. Под воду их лучше не пихать. То есть, на подводных лодках использовать нельзя. Как и все прочие компании в последнее время, E-Pacer ударилась в умный дом, например, они делают такие вот сенсоры для двери, делают IP-камеры, всевозможные беспроводные модули с управлением через какой-нибудь мобильник. То есть, можно закрыть дверь и у вас включится вентилятор, ну и тому подобное. Для России это пока не очень актуально. У нас все эти системы не то, чтобы особенно распространены, особенно китайские. Ну и напоследок, наименее интересно выглядящие, но на мой взгляд, наиболее интересная штука, то есть такая новинка. Это Avata RAM. Что это такое? Это SSD-шка в формате М2 и плюс парочка DDR-ок. DDR-ок много, в результате здесь большой буфи, 62-64 гигабайта. И у нас получается очень быстрая запись, 200 тысяч операций чтения случайного в секунду и 250 тысяч операций записи, в смысле наоборот. И очень низкая латентность. Штука понятная, но почему-то до этого мало кто ее делал. Надеюсь, E-Pacer это будет как-то продвигать. Вот такие вот новинки показала компания E-Pacer на Computex 2016. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал, у нас будет много еще чего интересного. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok